История с Боингом это трагическая случайность, которую не надо совершенно представлять какое-то задуманное преступление, страшнее которого нет ничего на земле. Сбивали самолеты, сбивали ракетами зенитными. В этом есть много очень странных вещей, допустим. Почему Украина позволила Боинг улететь на той территории, где за неделю до этого применялись зенитные средства? Кто, собственно, знал, что применяется на этой территории? Средства ПЗРК, там, не знаю, там ИГЛА или БУК, а может быть С-300 применяется. Там применяются и они абсолютно туда посылают гражданский самолет. Понятно, что рано или поздно какая-либо ракета попала бы в какой-нибудь самолет, если они там летают. Перепутала бы его с военным, сел бы какой-нибудь обдолбанный солдат или пьяный ополченец и нажал бы на какую-нибудь кнопку, увидев метку на экране радара. Понятно, что никто не хотел сбивать специально этот Боинг. Это для меня просто очевидно абсолютно. Ни Россия, ни Украина и все вот эти вот конспирологические идеи о том, что там вот сбил, там Порошенко специально хотел, там Путин хотел. Да нет, это трагический случайность гражданской войны. В это время вообще-то на земле погибло людей больше, чем было в этом Боинге в эти дни. Как раз июльские дни самых страшных боев вокруг Шахтерска, Снежного, вокруг погранпостов. Там сносились с лица земли населенные пункты и города. Тысячи людей гибли. Ну жалко тех, кто погиб в Боинге. А тех, кто погиб в Киевском районе Донецка. Когда снаряд украинский попал в маршрутку на автобусной остановке, я сам видел это своими глазами, эту маршрутку. Или детей там в Иловайском, три подростка. На моих глазах практически были мины разорваны. Я ходил по их останкам в этом дворе. Вышли покурить, ребята сели на лавочку, мина прилетела. Ну, конечно, в них никто не целил, я так думаю. Но стреляли, перестреливались друг в друга и попали. Именно в этих трех несчастных 16-летних ребят. Поэтому моя версия, что трагически случайно гражданская война бывает, к сожалению. Очень жалко этих людей, но это не считаю, что это сознательное военное преступление. Если кто и виновен, то те, кто позволил гражданскому самолету лететь на территории, в которой действуют неконтролируемые повстанческие и вообще военные группы, которые обладают зенитным вооружением. А это, извиняюсь, Украина, Международная Федерация Воздухоплавания, или как там она называется. Это они виноваты, по большому счету. Те, кто дал коридор и направил в этот коридор самолет. Это они или тупые идиоты, либо циничные подонки.